С дозволения Всевышнего Аллаха, продолжаем чтение этого благодатного послания «Основу веры». Мы остановились с вами на 9 главе «Бабу Тахрида Аля Талеби Аль 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 Мии» «О Кейфияты Ат Талеб» Глава о побуждении к поиску знания и о том, как нужно искать знания, как нужно заниматься поиском знания. 103-й, то есть хадис, говорит «ФИХИ ХАДИСУ С САХИХАИН ФИ ФИТНАТИЛ КАБРИ ВААННАЛМУ НААМА ЯКУЛУ ЧААНА БИЛ БАЙЙИНАТИ ВАЛ ХУДАФА АММАННА ВААДЖАБНА ВААТТАБАНА То есть здесь, говорит, уместно будет привести хадис, который передал имам Аль-Бухари и муслим о искушениях или же о смуте в могиле. И то, что тот, кому Аллах облечет и облагодетельствует его разными благами и своей милостью покроет, такой скажет, что к нам пришел пророк Али Салату Салам с явными доводами. И мы уверовали в это и ответили на его зов и последовали за ним. Что касается тех, на кого пойдет наказание Всевышнего Аллаха, они будут говорить Я слышал, как люди говорили что-то, и я сказал то же самое. Братья, в этом хадисе указание на страшное, то есть на опасность токлида, слепого следования за кем-то. Не нужно слепо следовать своей религии каким-либо людям, кто бы то ни был. Как говорил шейх Али Салам, ты и меня, братья, что единодушное мнение мусульман, что человек, который берет себе кого-либо, кроме посланника Аллаха, из людей, ставя его слово, то есть подобное шариату, заявляя о том, что нужно во всем ему следовать, этот человек вышел из религии Ислам. То есть нельзя, братья, ни в коем случае, брать себе какого-то имама или же человека, шейха, ученого, кто бы то ни был, к которому ты будешь слушаться во всем абсолютно. Подобно тому, как посланнику Али Салату Салам. Поэтому говорил имам Ахмад, говорит, не следуй, говорит, слепо за мной, ни за мной, ни за Маликом, ни за Аузаи, ни за Саури, ни за Шафи. Бери оттуда, откуда брали они. Также Абдулла Абдулла Мубарак говорил, то есть бери из мнений людей то, что растолковывает тебе мнение. Говорит имам Ахмад, Я удивляюсь людям, говорит, они знают Иснад хадиса, знают, что этот хадис достоверный, то есть у тебя четкие слова посланника Али Салату Салам, оставляют его в пользу мнение Суфиана, Суфиана Ахтаври. Суфиана Ахтаври откуда возьмет мнение братья, то есть откуда он возьмет. Также из других хадисов, но до него не дошел какой-то конкретный хадис. И если даже такой имам, как Суфиан Ахтаври, мы оставляем его мнение в пользу слов посланника Али Салату Салам, то говорить, братья, о любом другом, кто пришел после него. То есть тем более, Суфиана Ахтаври, братья, намного выше в своих знаниях, почете и так далее, чем все даже четыре имама, чем все четыре Мазхаба, братья. И так далее. То есть Субханна, это были имамы, это были имамы. И вместе с этим мы говорим, что хоз мин хайфу ахаду. То есть берите оттуда, откуда брали они. Поэтому это очень и очень важно. Если человек, братья, не разбираясь в своей религии, просто довольствуется тем, что ну сказал такой и все, и еще и спорит, некоторые еще и спорят на эту тему, что обязательно нужно брать слова такого-то. Откуда ты взял? Они говорят, ну откуда ты можешь разбираться в религии. А теперь к тебе вопрос. Следовать за кем-то, это из религии или нет? То есть если ты заявляешь о своем невежестве, на каком основании ты невежда говоришь мне, за кем мне следовать, а за кем мне не следовать? То есть ты не имеешь права, по твоим же правилам ты не имеешь права меня этим обязывать. Потому что на каком основании ты это говоришь? Так или не так? И вот этот, как говорится, круговорот у нас никогда не закончится. И вместе с этим, братья, действительно, есть такие шариатские тексты, которые являются отмененными. Есть такие шариатские тексты, которые нужно разъяснить, их толкование, они сразу непонятны. Быть может есть что-то, что конкретизирует, что-то, что обобщает и так далее. Разные тексты бывают. Но основа, братья, большая часть текстов шариата, она, братья, понятна. Она явная, ясная, понятна, что даже братья Бедуин возьмет книгу, прочитает ее и поймет все, что ему сказано, и он поймет, что ему нужно делать. Да, будут какие-то вопросы, разногласия. Но даже в этих вопросах разногласия мы говорим, что не является обязательным человеку не совершать деяния, пока он не узнает, как это делали имамы, а является для него обязательным, как только он прочитал текст, воплощать его в жизнь. Затем, если же он узнает, или если он изучит и так далее, до него дойдет, что этот текст не понимается таким образом, это уже совсем другой вопрос. Это уже совсем другой вопрос. Аллаху Таалам. И это основа, братья, основа, то, что беспрекословное подчинение текстам шариата, как только человек узнает о них. Но вместе с этим мы, братья, не говорим, что те люди, которые не разбираются, то есть смотрите, у нас, братья, чтобы не входили люди в крайность. Действительно, есть такие вопросы, есть такие люди, которым дозволяется в каких-то определенных вопросах слепо следовать. То есть, например, человек, который вообще не разбирается в текстах шариата. И он, то есть, к тому, кому доверяет, он у него спрашивает, как молился, то есть, как мне нужно молиться. То есть смысл этого вопроса, как молился посланник Аллаха, так или не так? И этот человек, если ему будет говорить пророк, так делал, так делал, этого ему достаточно. Он не обязан проверять достоверность этих хадисов. Он не обязан проверять хорошо, где именно и как он сказал, нет ли в этом вопросе разногласия. Человек этим не обязан, если у него нет знаний. Но вместе с этим посланник сказал, поиск знаний является обязательством каждого мусульмана. То есть это не значит, что он я невежда и остается до конца жизни невежда. Нет, учись, обучайся, то есть помалу-помалу, но обучайся, чтобы каждое твое деяние, которое ты делаешь, чтобы у тебя было в сердце спокойствие, что ты знаешь, что это деяние совершал посланник Аллаха, и поэтому я совершаю это деяние. И поэтому следующий хадис на это и указывает, то есть говорит имам Аль-Бухари, и муслим привели хадис Муави, Он говорил, что посланник Аллаха сказал, тот, кому Аллах желает блага, он непременно обучит его религии. Также в этом хадисе, братья, что тот человек, который не изучает религию, это значит, что Аллах не желает для него блага. То есть человек, который говорит, я джагиль, я не разбираюсь, я не знаю, ничего не делает для того, чтобы исправить это, этот человек из числа тех, для кого Аллах не пожелал блага. То есть значит, этот человек не достоин этого самого блага. Ибн Абисуфян? Значит, Муава ибн Абисуфян. Хадис Муава ибн Абисуфян. Также в этом хадисе явное указание на достоинство ученых, то есть то, что они выше остальных по положению. Также в этом указание на то, что изучение знаний, то есть ему дается предпочтение над другими, то есть имеется шариатское знание, им дается предпочтение над другими знаниями. Следующее, говорит также имам Аль-Бухари, и Муслим передали хадис Абу Мусы, Абдуллах ибн Айсуфян, говорил он, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассаляма, сказал, Говорит, то есть можно привести пример тому, с чем послал меня Аллах, с верного руководства и знаний, подобно дождю, то есть благодатному дождю, то есть обильному, который упал на землю. И земля бывает разной, поэтому говорит посланник Аллах Саратус, То есть и бывает такая земля, мягкая, рыхлая, хорошая земля, которая и приняла в себя эту воду, и эту воду, хорошо, то есть посредством нее взрастило большое количество, то есть разных растений, травы и так далее. А бывала же такая, то есть твердая земля, которая что? Удерживала эту воду, то есть она в себя ее не впитала, но удержала ее, и в этом была польза для других людей, которые смогли получить пользу с этой, то есть сама эта земля не получила пользу от воды, но зато дала пользу другим, и поэтому люди сами выпили, другим дали, хорошо, то есть и также взрастили какие-то растения и так далее. То есть и также третий вид земли, то есть ки-ан, оно примерно в русском языке солончаки называется, солончак. Солончак это что за земля? То есть земля, которая полна соли, то есть полна соли. То есть бывает же земля, братья, где примерно глиняная почва, что бывает с ней? То есть она вот такие вот прямо плитами как будто бы, то есть отлепляется даже она от земли, когда иссыхает. Видели вы, засуха такая? Вот этот примерно солончак называется. То есть та земля, в которой есть много соли, она воду сразу впитывает, забирает воду, то есть ты не успеешь ее взять, выпить, потому что вода сразу уходит в землю, но ничего на ней не растет из-за наличия большого соли в этой почве и так далее. То есть мису ки-ан в данном случае этот значит. Но в любом случае, то есть смысл какой? То есть такая земля, которая не держит эту воду для людей, и что? И никакой пользы, то есть когда берет в себя воду, все, эта вода просто пропадает, и наоборот еще хуже, то есть по этой земле потом не пройдешь, кроме как у тебя, то есть ноги и твоя обувь будет застревать там. То есть это и есть пример того человека, который изучил религию Аллаху, и это принесло ему пользу, хорошо, то есть то, что было неспособлено, говорит мне, посланник Алис Саратов. И поэтому этот человек изучил и обучил других. А другой же что? То есть другой даже не поднял к этому голову и не принял то, с чем я был послан, говорит посланник Алис Саратов. То есть поэтому, братья, смотрите, люди трех видов бывают. Бывают такие люди, которые принимают знания и стремятся их давать другим. Другие же что? То есть сам не принимает, но говорит, да, есть такой-то текст, если что, есть такой-то. То есть другим людям польза есть от него, что, но ему никакой пользы от этого нет. То есть как свеча горит, то есть сама себя сжигает, но людям зато дают свет. Последний же это, то есть это тот, братья, который не сам не принимает это, хорошо, или же услышал, как говорится, сюда залетело, отсюда вылетело, и он никак это не практикует. И это, то есть тот, то есть тот, кто даже голову не поднял к этому Аллаху-Мустан. Также, то есть здесь приводит снова он, то есть сообщение, где, то есть Аиша, радаиллаху ана, говорила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, прочитав аят из суры Али-Амран, где Аллах, субханалли, говорит о тех, то есть чьи сердца поражены недугом, что они читают определенные шариатские тексты и толкуют их в свою пользу и выгоду, говорил про них, когда увидите тех людей, которые приводят вот эти сомнительные какие-то тексты, которые можно истрактовать, истолковать, то знайте, что это о них сказал Всевышний Аллах, субханалли, и остерегайте же их. Также от Ибн Мас'уда, радаиллаху ана, передается, каля каля Расулуллахи, саллаллаху алейкум, то есть он говорил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, сказал, Говорит, Какого бы пророка не посылал, посылал бы Аллах, субханаллаху атаалля, то есть в свой народ, до меня, говорит, обязательно у него в его же общине, в его уме, бывали кто? То есть апостолы и сподвижники, которые принимали его сунну, исследовали его пути. Говорит, А затем же, после смерти этого пророка, алейкум, саллаллаху ассалям, и смерти этих сподвижников, приходили люди, говорили то, чего они не делают, а делают то, что им не было велено делать, Тот, кто будет противоречить, то есть сражаться с ними своими руками, этот человек является верующим. Тот же, кто будет сражаться с ними языком своим, он будет верующим. А тот, кто противится им, противоречит им, сражается с ними, то есть проявляет усердие против них своим сердцем, также этот человек является верующим. А после этого, то есть если человек не порицает это порицаемое даже своим сердцем, то после этого, знаете, что нет даже гречишного зернышка от веры. То есть в самом начале, братья, община бывает в благе. Все следуют суньи посланника Алиса Ратусом, принимают это, желают, это любят. Затем появляются те люди, которые говорят то, чего не делают. То есть сначала изучают, языком, как говорится, болтают, но сами ничего не практикуют и ничего сами не делают. А если и делают, то делают то, что им не было велено делать. То есть делают они то, что им заблагоразумится, в Аллаху Мустан. И поэтому, братья, человек обязательно, если у него есть возможность рукой остановить это, он непременно обязан остановить это рукой. И это будет проявлением веры с его стороны. Если у него нет силы проявлять, то есть рукой это исправлять, то он должен что? Языком донести до людей, сказать им, сказать, что так нельзя. Если у него и на это сил нет, то тогда что ему остается? Порицать это сердцем. И если человек не порицает порицаемое сердцем, то этот, братья, человек не является верующим. И в этом, братья, у нас указание на то, как страшно и опасно положение того человека, который живет с грешниками. Что говорить, братья, о том, кто живет с нововведенцами? А что, братья, говорить о том, кто живет с неверующими? Потому что, братья, оно, то есть, кафра ту лимсас, туми ту лихсас. То есть, когда человек много чего-то касается, он уже что? Не чувствует этого. Когда много чего-то касается, он этого не чувствует. Каждый это знает, Субханна. И поэтому человек, когда устраивается на какую-то работу и так далее, где, например, есть определенный специфический запах, как мясником, например, человек работает, первые дни он будет чувствовать запах мяса, так или не так, то есть это будет ему неприятно. Но когда пройдут дни, недели, месяцы, он уже не будет чувствовать этот запах, так или не так, то есть людям будет пахнуть от него, но ему это будет нормой, то есть у него не будет какого-то неприятного запаха для этого, то есть для него это не будет казаться чем-то тяжелым и так далее. То есть как я всегда братьям приводил пример, но сейчас в Аллаху Алим либо действительно все наши уши привыкли, либо же действительно положение изменилось. Ну то есть лет так 10, наверное, еще и даже больше назад человек, который приезжал в Египет, не мог просто жить. Почему? Потому что он постоянно, то есть у него уши болели от постоянного сигнала. Каждую секунду просто кто-то сигналит. Сейчас уже в Аллаху Алим не настолько. Но почему-то через месяц, полтора, два эти сигналы прекращались, как будто бы каждому специально на злости. А на самом деле ничего не прекращалось, ты просто перестаешь на это обращать внимание. И также каждый человек, который живет где-то, он уже не обращает на это внимания. То есть человек, который живет, субханаллах, приезжает в первый раз в своей жизни, например, в Турцию. И видит девушку в хиджабе, которая с сигаретой в руках. И для него это, субханаллах, когнитивный диссонанс. У него как вообще такое возможно? Так или не так. То есть в наших странах покрытая девушка, это та, которая осознанно к этому пришла. То есть потому, что она наверняка поклоняется Аллаху, субханаллах. То есть не представляется такое. А там это, как говорится, как кружку воды выпить. И человек удивляется. Но когда он живет с ними, нормально. Как бы в чем проблема? Аллаху Алим. Насаллаху Алим. То есть поэтому много таких вещей. И поэтому, братья, когда человек живет где-то среди грешников, он привыкает к этим грехам. То есть у него уже не бывает такого сильного порицания к этим грехам. Поэтому представьте себе людей, например, которые живут в Рияде или же в Медине, когда ты им говоришь о том, что есть мусульмане, которые бисмилля говорят и водку пьют. То есть это как будто бы ножом в сердце его ударить. Он настолько удивлен будет, что это невозможно. Невозможно представить, чтобы мусульман в принципе что-то, то есть такое пил употреблял. Это же что-то удивительное. А мы с вами прекрасно понимаем, что такое очень даже субханаллах, к сожалению, есть. И нет такого сердцем порицания этого. Тот же самый человек, который долгое время живет где-нибудь в Саудовской Аравии, где он в принципе не может представить себе, что у женщины лицо, когда видно, это уже считается чем-то. А вот как так, субханаллах. Вообще как ей простить Всевышний Аллах, субханаллах. И потом приезжает туда, где если женщина, хорошо, то есть ладно уж лицо. Хотя бы все на свете у нее, если не видно, уже, аль-хамдул-лях, человек радуется. То есть это разные люди, этот привык уже к этому, этот привык к другому. Поэтому, субханаллах, это очень и очень опасная вещь, в Аллаху муста. То есть нужно обязательно, обязательно, то есть остерегаться этого, потому что человек рискует потерять вот это вот порицание сердцем. В Аллаху муста. Следующий хадис. Джабир, радаиллаху ану, говорил, что как-то Омар сказал, радаиллаху ану. Я, Расуль Аллах, инна насмау ахадиса мин ягуда ту аджибу на афатара аннактуба ба'зага. Сказал, ну, посланник Аллах. Поистине мы слышим некоторые истории, то есть от иудеев, и нам они нравятся, то есть можно ли нам записывать их для себя, для пользы. И посланник, алей-салат, он сказал. То есть у вас какие-то сомнения, вы чем-то недовольны, подобно тому, как усомнились иудеи и христиане. То есть я к вам пришел с белым, наибелейшим путем. То есть если бы Муса был бы живой, он обязан был бы последовать за мной. Обязательством от Всевышнего Аллаха, субхану Али. Было бы велено пророку Аллаха, Мусе, следовать за посланником Аллаха, Мухаммадом, алей-салату вассалам. Также, то есть передается от Абу-Та'ляб Аль-Хушани, как зовут Абу-Та'ляб Аль-Хушани, кто знает. Передается, что он сказал, что сказал посланник Аллаха, салла Аллаху, алей-салям, «Инна Аллаха фарада фара, ида фаля тудайиуга», поясни Аллах, субхану Али, «узаконил для вас обязательные вещи, так не оставляйте, не теряйте их, то есть выполняйте все то, что вам сказал Аллах». «И начертил вам границы, не переходите эти границы». «И запретил вам определенные вещи, так не совершайте эти запрещенные вещи». «И промолчал Аллах, субхану Али, о других вещах, проявляя милость к вам, не забыв об этом, так не выискивайте же это, не выискивайте же это». То есть это хороший хадис, который передавал дар охотнее и другие. То есть многие ученые сказали, что его истинад хорошее, то есть достоверное сообщение. Здесь братья указание на великую мудрость Всевышнего Аллаха, что есть определенные шариатские постановления, к которым не вдаются в них подробности. Почему? Потому что нет в этом нужды. Да, действительно, быть может, что-то из этого является как-то тяжелым для обсуждения и так далее, и тому подобное, но если Аллах, субхану Али, промолчал об этом, не сказал, не потому что Аллах, субхану Али, забыл или же не знал, значит, это не нужно было, значит, это не нужно было. Как, например, можно привести пример, это частые вопросы, частые проблемы в семейной жизни. То, что происходит между супругами, хорошо, то есть за закрытыми дверьми. Эти вещи, братья, основа в них, дозвольность. Почему? Потому что, во-первых, это мирское, во-вторых, то есть основа, хорошо, то есть утеха, страстей и так далее. И запрещенное у нас четко послание к Аллаху, саллаху Али, запретил, сказав, что Аллах не стесняется истины, не дозволяется мужчине, хорошо, то есть сношаться со своей супругой в задний проход. Вот запрещенное. Все остальное, братья, сподвижники и братья, не представляется, чтобы сподвижники сидели и обсуждали, хорошо, а вот так можно, а вот это можно. То есть никто не будет. И не будут жены пророка, алей-саллаху Али, какие-то подробности о своей супружеской жизни и так далее. То есть рассказ не будет подобного, братья. То есть это не является правильным, хорошо, то есть в Аллаху Алимстан. И поэтому Омар Алимстан говорил, что мы очень сильно боялись, то есть как-то переходить хорошо, то есть в своих домах со своими супругами что-то, то есть говорить, делать и так далее. Почему? Потому что не посылался Кур'ан. И мы боялись, что если вдруг что-то мы сделаем, придет запрет, хорошо, то есть все узнают там, что, как было и так далее. Но когда не стало послание Калий-Саллаху Алимстан, мы почувствовали спокойствие. Почему? Потому что шариат закончился, запрещенное известно, все, что не запрещено, оно дозволено. И все. И не нужно залезать в какие-то подробности, а если вот так, а если это, а вот и... Субханаллах. Почему, братья, одна из причин, если ты будешь в этом рыскать, хорошо, то есть ты просто дойдешь сам к тому, что тебе запретят. Либо тебе кто-нибудь фетву даст о запрете этого, хорошо, и будешь сидеть с этой фетвой. Либо что? Либо же во времена пророка Калий-Саллаху Алимстан был риск того, что Аллах, субханаллах, не спашлет запрет, из-за чего? Из-за этого чрезмерства. И так далее. То есть это просто как насущный пример, потому что часто бывают вопросы там разные и так далее. И поэтому все остальные вещи, которые не упомянута, конкретика какая-то, основа дозволенность. Саката анаща, рахматан лякум, говорит посланник Калий-Саллаху Алимстан, что Аллах, субханаллах, не упомянул об этом ничего, проявляя милость к вам. то есть милость это дозволение или запрещение дозволение то есть это милость проявленная всевышним Аллахом поэтому братья излишне копаться в каких-то вопросах не является правильным также имам аль-Бухари передавали хадис посланник Аллаха сказал то что я запретил вам сторонитесь этого то же что я повелел вам совершайте из этого то что вы сможете то есть потому что погублены были те кто были до вас то есть из-за большого количества их вопросов и то что они противоречили или же то есть воспротивились своим пророкам и поэтому то здесь Хафид ибн Хаджар говорил комментируя эти слова пророка то есть имеется ввиду здесь спрашивать о таких вещах которые еще не произошли или же на которых нет конкретного текста шариатского потому что есть страх того что либо Аллах вменит это в обязанность либо же что наоборот запретит вспомните тот хадис когда посланник сказал о том что является обязательным для мусульман совершение хаджа что спросил человек сказал каждый год если бы я сейчас вам да сказал бы стало бы обязательно но вы бы не смогли этого делать то есть зачем ты спрашиваешь этот вопрос то есть я тебе сказал все остановись там то есть ты же не не понял то что я тебе сказал ты спрашиваешь дополнительный хокам ты хоком услышал, если бы нужно было сказать каждый год, то посланник тебе бы это сказал бы и поэтому был страх того, что Аллах вменил бы в обязанности за это вопрос подобно таравих, почему то есть перестал посланник собирать их не потому что она запрещена а потому что боялся, что Аллах увидев то есть икбалюль мусульмин, то что мусульмане с радостью выполняют это повеление, вменил бы в обязанности и люди опять же не смогли бы этого то есть не смогли бы выстаивать каждую ночь и так далее в Аллах вменил бы в mástara также запретил часто и много вопросов почему потому что чаще всего в этом бывает чрезмерство, то есть спрашивают вопросы которые не нужно в принципе то есть абсолютно не нужно, какие то вопросы которые, то есть оно зачем зачем в принципе, а если так а если сяк, а если эдак и так далее, зачем поэтому Ибн Умар когда рассказывал о том, что посланник повелел поцеловать черный камень, чтобы Рок Али Салат сам целовал черный камень, когда совершал тавав. Один из йеменцев сказал, что араэйта инзухимт, араэйта илля мастаты, араэйт, араэйт, араэйт. То есть, значит, говорят, а если у меня не получится, а если я, то есть, много людей будет, а если это, а если это. Ибн Умар сказал, иджааль араэйта, ази, говорит, айнда кафильяман, говорит. Вот это свое, а если иди в Йемен себе, возвращайся с этим, а если. В некоторых версиях, иди, говорит, в космос отправляйся со своим, а если, а если, а если. Я видел, как посланник Али Салат сам делал так-то, так-то. Также пришел человек к нему и спросил у него, является ли уиттер ваджибом, то есть, обязательным, или же фардом, точнее, обязательным. Он сказал, ма адрим аль ваджиб, или жма адрим аль фард, да я не знаю, что ты подразумеваешь под этим. Я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху, али саляму, молился, молитву виттер. То есть, мне этого хватает. Что знаешь, что, зачем ты это спрашиваешь? Как очень часто люди говорят, что, то есть, удивительно, говорят, это желательно, имея в виду под этим что? Что это нежелательно. То есть, у людей, у большинства людей сегодня желательное в исламе стало нежелательным. То есть, он тебе говорит, что это является желательным для чего? Для того, чтобы ты это делал, или же, чтобы ты этого не делал? И поэтому в итоге, то есть, у него желательность, как будто бы нежелательность. Он говорит, брат, это желательно. Ну, так желательно, сделай это. То есть, это не значит, что желательно, значит, нежелательно, не надо этого делать. Основа, что ты должен это делать. Но если ты этого не сделаешь, не будет на тебе греха, а не то, что ты, в принципе, не должен этого делать понятно основа то есть у нас есть братья вещи либо то что ты обязан делать если ты не сделаешь ты будешь то наказан это что ты должен делать но если ты не сделаешь тебе то есть не будет на тебе греха и поэтому то что ты должен делать ты должен делать но то есть ты можешь если у тебя какие-то причины тогда лесть этого не сделать и тогда на тебе не будет греха а не то что если что-то является желателем это все то значит что можно этого не делать Аллаху мустаан. Сподвижники, наоборот, стремились к этому, Субханула. В наше время люди, наоборот, стараются хорошо как-то себе облегчить еще больше. Или же, братья, также есть страх в том, что человек, задавая лишние вопросы, узнает что-то тяжелое для себя и перестанет это практиковать в принципе, в то время как он был в благе. Или же наоборот, братья, то есть он в благе, и он спрашивает у тебя вопрос, и ты что? То есть ему это этим самым, то есть закроешь двери к этому и так далее. Один из братьев спрашивает у меня, брат, если, говорит, я, говорит, спешу, мало времени, да и камы осталось, можно ли мне, то есть не читать дополнительную суру вместе с Фатихой? А, как ответить на это? Можно или нельзя? Я брату говорю, что надо читать, но если у тебя, то есть таким образом, не проблема. Но если бы даже ты в принципе не прочитал бы, в этом не было бы проблем. Не понял, говорит, я говорю, не надо сильно этот вопрос понимать. Я говорю, ты читай, все делай. Но если такая ситуация у тебя будет, хайр, то есть не проблема, не читай суру. То есть зачем человек постоянствует в том, что он читает дополнительную суру в Куране? Ты ему скажешь, брат, да в принципе это не является обязательным. Не в этот раз, даже если ты никуда не спешишь, даже если ты до Азана пришел, да не проблема, не читай. Хоть в обязательных молитвах не читай ты скажешь. Он тебе скажет, джазак Аллахайр, что последует за твоей фетвой? Что он перестанет это делать? Зачем? Зачем тебе это нужно? Скажи ему, да, это очень важно. Послание Калия Сарат сам читал, часто читал по вторую суру. То есть хорошо, то есть да, но были определенные случаи, где пророк Калия Сарат Асрам не делал этого, что указывает на то, что если ты этого не сделаешь, на тебе греха не будет. Но не оставляй это ни в коем случае. То есть это великая награда, великое дело и так далее. То есть таким образом. И поэтому если человек скажет, а подожди, а если я эту молитву в принципе не помолюсь, а если я еще это не сделаю и так далее, и так далее. И получается, а если, а если, и все, что тебе нужно делать, это вообще какие-то определенные вещи, как будто бы тебе уже предписан рай. И все, что тебе нужно сделать, вот эти просто дела сделать, и все. Грехов-то у тебя нет, проблем с сердцем, с сердцем уже у тебя нет, у тебя нет никаких упущений, у тебя все идеально. Если ты действительно уверен, что у тебя все идеально, и ты знаешь уже, что твое имя из числа обитателей. Да, это не проблема, не делай ничего. Хорошо, то есть это уже твое дело. Но есть ли кто-то такой, субханаллах? Поэтому эти вещи, то есть ни в коем случае не должны мы, братья, быть теми людьми, которые облегчают людям таким образом, что те оставляют шариат. Ты облегчай так, чтобы человек еще больше и больше практиковал шариат, а не... Хорошо, то есть не усложняй религию людям, то есть имеется в виду не усложняем так, чтобы они оставляли шариат. И это не значит, что ты должен облегчать им так, чтобы они оставляли шариат. Нет, ты им облегчаешь таким образом, чтобы у них было желание еще больше и больше практиковать шариат. Так как это пришло, братья, в сунни посланника Аллаху. И также, братья, сюда ни в коем случае не входит тот вопрос, который для изучения. То есть во время изучения знаний, как говорил Ибн Аббас, когда у него спросили, откуда у тебя столько знаний, он сказал, Потому что Аллах даровал мне понимающее сердце, то есть я понимаю то, что говорится, и легко заучиваю. И также часто спрашивающий язык. Имеется в виду что, что вопросы полезные, в этом нет никаких проблем. Полезный вопрос для тебя или же для других, это правильно. А вопросы без нужды, братья, абсолютно, это, наоборот, является плохим делом. И то есть я вам уже говорил не раз, что это братья, в принципе, у знающих людей, у обладателей знаний, у ученых, у шейхов и так далее. Они понимают студентов по их вопросам. Вот когда человек начинает задавать вопросы на уроках и так далее, начинаешь понимать, то есть, как говорится, из чего этот человек, кто он, что он. То есть по его вопросу. Если он задает какие-то глупые вопросы, ты понимаешь, что это за студент. Если он задает действительно нужные, важные, полезные вопросы, ты понимаешь тогда тоже, что это за человек. Потому что иногда бывают вопросы, что шейх упомянул что-то и не совсем понятно. Если человек задал вопрос конкретизирующий, разъясняющий, это указывает на понимание этого человека, что он понял этот вопрос. Также если у него проблема соединения этого текста с другими, также это указано то, что он изучает другие тексты, значит он тоже слушает хорошо, то есть хадисы, аяты изучает, сам тоже стремится и так далее. А не просто сидит и всё. И никаких у него вопросов нет. Поэтому не бывает так, что, братья, урок закончился, и у человека ни одного вопроса нет. Или же каждый урок у человека ни одного вопроса. Либо же он лентяй, который не слушал, либо же он что? То есть не понимает то, что ему говорили, просто смотрит на тебя, как баран на нового рота. Или же он уже сам, Аллаху мабарик, учёный, который сам должен хорошо доносить до людей и так далее. Поэтому, братья, вопросы, это важно. Но вместе с этим вопросы, как говорится, это твоё олицетворение. И, субханаллах, очень часто бывает, когда братья просят тебя какой-то вопрос. И бывает, что ты говоришь, я не знаю, я не хочу разбираться в этом вопросе, потому что вопрос глупый. Нет смысла в нём разбираться. И говорят, брат, можешь у шейха спросить? Конечно, не могу. Я спрошу этот вопрос у шейха, потом шейх будет на меня смотреть. Как-то раз, субханаллах, один человек, брат один хороший, пусть Аллах хранит его, благодать ему даст, но задал такой глупый вопрос и упросил меня, чтобы я спросил у шейха. Мне до сих пор стыдно перед шейхами за этот вопрос. Вопрос говорит, почему иудеев поменяли в обезьян и свиней? То есть со свиньями понятно, в обезьян-то почему? Он спросил вопрос, ну думаю, ладно, хаир, брат, попросил, спрошу этот вопрос. Я уже когда спросил, субханаллах, думаю, глупый вопрос. Шейх прочитал вопрос и ничего не ответил. Мне, субханаллах, так стыдно стало. Потом этот брат приходит ко мне и говорит, брат, ты спросил этот вопрос? Я говорю, да, брат, спросил, и больше никогда ко мне не обращайся с такой просьбой. Он говорит, что случилось? Я говорю, брат, глупый вопрос. Я говорю, почему? Я говорю, ты сейчас в обезьяну я тебя привозил, приятно тебе будет? Замолчал. Я говорю, вот, вот иудеи мне приятно было. То есть кто-то хочет из вас обезьяной быть? Субханаллах. То есть это когда ты человек, обезьяна такая ты ему говоришь. Что это ты, маше, похвалил его? Это как лев сказать? Вот тебе и ответ на твой вопрос, Субхал. Зачем этот вопрос? Какая польза в этом вопросе? В свинью, да хоть что, Субхал, хоть в навозного жука превратил. Ну и что дальше? То есть смысл же это понятен. Это наказание Аллаху, Субхан Талли, этим людям за то, как они ослушались и так далее. Какую мудрость, что ты ждешь, какие ты объяснения ждешь, которые приблизят тебя к Аллаху, Субхан Талли, отдалят тебя от огня. То есть вопросы, которые нет в нем нужды абсолютно никакой. В Аллаху и Устан. Почему именно суббота у иудеев? Почему именно воскресенье у христиан? А почему именно пятница? Почему именно в понедельник был рожден пророк Али Саратус? И так зачем? То есть какая польза в этом? Какую мудрость ты ожидаешь услышать в ответ на этот вопрос? В Аллаху и Устан. Ибн Мас'уд, Радай Аллаху, говорил, что посланник Аллаха, Салли Аллаху, Али Саллим, сказал, то есть это известный и прекрасный хадис. Надзар Аллаху, Абдан, самя макалят, и фахфизха, и в Аддага. В некоторых версиях фааддаха кама самиа. То есть да осветит Аллах, Субхан Таллик, своего раба, который услышав мои слова, заучил их, понял их и передал их. То есть или же в некоторых версиях передал их таким же образом, как он их услышал. Здесь, братья, указание на великое дуа посланника Аллели Саратусам за приверженцев хадиса. И если здесь говорится не о приверженцах хадиса, то, в Аллаху Тааля, алям, братья, о чем в принципе этот хадис. И говорит, Иногда бывает так, что тот, кто обладает знанием, сам не является знающим человеком. Сейчас объясним, что это значит. Или же тот переносчик, можно сказать. Переносчик знания сам не обладает этим знанием. Или же человек, переносчик знания, переносит его к тому, кто лучше знает и лучше его понимает. Имеется в виду, что понимание текстов не одинаково у всех. Не у всех оно одинаково. И бывает, ты знаешь какой-то хадис, ты прочитал какой-то хадис, но ты его расскажешь человеку, который поймет из него намного больше, чем понял из этих слов ты. И он тебе приведет намного больше польз, чем понял ты из этого хадиса. Даже если этот человек не слышал до этого этот хадис. Иногда такое действительно бывает. Иногда бывают ученые, которые и слышат, и заучивают, и понимают, и доносят, и так далее. Бывают же из них те, кто заучивает просто, хорошо заучивает, но у него нет знаний. То есть он будет тебе читать, он тебе донесет, принесет и так далее, и тому подобное. Но что? Но у него нет таких знаний, чтобы растолковать, разъяснить. Но есть знания у того, кому он донесет. Или же просто человек понимает и так далее, и он рассказывает это сообщение кому-то, кто ему еще дополнительные пользы дает. И человек говорит, Субхан, я даже никогда не задумывался об этом. Я даже никогда, говорит, об этом не задумывался. То есть сегодня вот это и есть бесконтактная оплата. Так или не так, телефон под ногу, ну вы, наверное, особенно кто в России, с России приехал, уже забыл о ней. Но в любом случае, то есть есть хорошо, то есть в мире такое понятие, как бесконтактная оплата. То есть берешь телефон, а выплачиваешь. И Субханаллах, как-то раз один из близких братьев наших, пусть Аллах Субханаллах хранит его, сказал мне, не то чтобы, то есть не знаю, что я афкаумин, я не с этой стороны говорю, но просто иногда бывают такие вещи, которые ты сам доносишь до людей, обучаешь, даже, быть может, этот брат какие-то там пользы от тебя берет и так далее. Но вместе с этим говорит тебе такую вещь, ты даже не задумывался о ней, Субханаллах. То есть я, братья, по милости Всевышнего Аллаха Субханаллах, из числа тех людей, которые очень бережно относятся к тому, чтобы брать все правой рукой, давать правой рукой и так далее, то есть очень там и детей приучаю, и близких и так далее, что даже иногда бывает, что что-то с полу беру, левой рукой лишний раз не берешь, берешь это правое и так далее. Почему? Потому что посланник Алия Саратсам говорил, брать, брать даже с полу, не у кого-то из рук и так далее. То есть я к этому бережно, я всегда думал и уверен был, что я к этому бережно отношусь. И брат мне как-то говорит, после того, как мы были в магазине, Он мне говорит, брат, а вот когда оплачиваешь, деньги отдаешь и так далее, ну нужно же правой рукой это делать. Я говорю, да, конечно. Я еще так подумал, почему ты мне это говоришь, ты знаешь, что я в этом вопросе щепетильный. А вот как думаешь, бесконтактная оплата к этому относится? Я так задумался, говорю, Сабхана, по-любому относится, это же тоже оплата. Он говорит, ну старайся правой рукой телефон держать, когда ты оплачиваешь. Никогда я вообще не задумался об этом. То есть ты же не отдаешь физически деньги никакие, но по сути ты же делаешь это дело, ты делаешь это оплату. Хорошо. То есть как минимум, почему бы и нет? То есть как минимум, почему бы и нет, Сабхана. То есть это вещи, которые иногда бывает человек, Сабхана, даже не задумывается об этом. Говорит дальше посланник, алейс-салату ас-салам, говорит, то есть три вещи, если будут в сердце у мусульманина, то в нем не будет ненависти, зависти, то есть всяких скверных качеств. Это, во-первых, искреннее совершение деяний ради Всевышнего Аллаха, Сабханаху ва Тааля, ваннасихату лильмуслемина, также проявление искренности по отношению к мусульманам, валюзуму джамаатин, то есть и чтобы человек постоянно был хорошо с джамаатом мусульман. фа-инна да'ватахум тухитуман вараахум, потому что, то есть их призыв, то есть призыв, то есть ислама имеется в виду, или же их мольбы объемлют всех остальных. То есть мусульмане, их призыв, их мольбы и так далее, они, братья, объемлют всех остальных, которые вокруг них. То есть имеется в виду, все те, кто вокруг них, братья получают от них только лишь благодать. И поэтому, если человек будет искренний, будет искренний по отношению, то есть к себе, имеется в виду, будет только совершать деяния ради одного Аллаха, затем к мусульманам, и будет постоянно вместе с ними, то вот этот джамаат, братья, их призыв, то есть имеется призыв к исламу, и в принципе, то есть их деяния и так далее, и также их мольбы, то есть обращение ко Всевышнему Аллаху, субханна утааля, касается не только них, оно будет, братья, выходить из-за предела, то есть в этом великая, великая благодать. Нам. То есть опять же приводит разные версии этого хадиса, упоминает о том, что много кто передавал этот хадис. То есть это что касается пользы этого хадиса. Во-первых, естественно, указание на великое достоинство обладателей хадиса о том, как важно, братья, изучать знания, что даже если ты не понял какое-то из знаний, запомни это и донеси это до того, кто ты знаешь, может тебе это разъяснить. Человек прочитал хадис и не понял его, например. Запомни его и потом спроси у кого-нибудь из обладателей знания, что означает тот или иной хадис. И, братья, воллай и субханна обладатели знания радуются, когда ты спрашиваешь такой вопрос, что означает этот хадис. Я вот прочитал такой хадис, я его не понял. И, братья, наверное, самые редкие вопросы, которые задаются, это вопросы об этом. Что сказал? Ты слышал, что сказал такой? А что ты скажешь об этом? А где это? Вот этот вопрос разногласий и так далее. Вот этих вопросов, братья, уйма моря, Субхан. Но вопрос человека, который брат Субхан, вообще никак не могу понять. Я и Тафсир смотрел. Вот этот аят что означает? Что понимается? Или же этот хадис, Субхан, я не совсем понял разъяснение. Или же я не нашел толкование к этому хадису. Что означает этот хадис? Можешь мне помочь? Почему люди, братья, не спрашивают об этом? Почему? Что никто не читает? Ни хадисы, ни аяты. Дела нет у никого. Человек либо открывает в телефоне, видео смотрит, либо еще что-нибудь и так далее. Вот на что он тратит свое время. Или же на пустую болтовню, на всякие шутки, прибаутки и так далее. Но если бы он изучал бы, читал бы и так далее, он и сам бы, ему было бы что сказать в собраниях. То есть почему собрания, братья, не обсуждают хадисы пророка Алия Сарацана? Потому что никто их не читает, не слушает. Если бы он слушал, непременно он нашел бы в хадисах то, что его бы удивило и зацепило бы. И он что, говорил бы другим? Хорошо, то есть вот я такой хадис прочитал, Аллаху Акбар, представь себе, оказывается, я даже не задумался об этом сказал бы человек. И так далее. Но Субханаллаху Аллаху Аль-Мустан реальность она такова.